Чем больше артист, тем меньше сложности, потому что все заранее известно, все заранее прописано к контракту, и существует райдер, неотъемлемая часть контракта, которая, если выполняется, то никаких сложностей нет. Какая площадка СКК? Это концерт был петербургский, и он изначально планировался под новый стадион еще два года назад, когда, три года назад, даже мы подготовили его на открытие стадиона, и то, что он уехал в Москву, это только потому, что площадка была не готова. И когда она будет готова, тоже пока нам непонятно. Какая площадка СКК? Сегодня были новые ресурсы к этому сайту, подсоединены еще несколько серверов, и поэтому мы сегодня пытаемся выдержать вот это количество обращений, но такого ажиотажа на концерты, я могу сказать, я на своей истории по нашей стране, в принципе, не помню. Что такое продажа, например, там, концерта за 40 минут? Во-первых, на западный, там не существует у тебя билета. Ты электронным билетом платежем, ты распечатываешь билет сам дома и идешь на концерт. В нашей стране, в принципе, по закону он не является билетом. Это подсвидетельство, которое должно обмениваться на билет. Нужно принимать законодательно то, чтобы электронный билет был билетом, потому что все равно все уходит в интернет, в компьютер, тем более, как бы, эта практика, по-моему, осталось, может быть, несколько развивающих, типа, Украины, может быть, и еще пару, как бы, там, Беларуси, которые работают на живые билеты. В принципе, уже все площадки, все работают именно электронным способом. Во-первых, вы видите онлайн, сколько продается билет, а в принципе, у нас такая полусистема онлайновская. Я не могу сказать, что это живые билеты, да, они в любом случае бронятся под компьютерной системой, но в то же время, в то же время, они являются все-таки бланки, является бланк строгой отчетности, и к нему должен быть еще и чек, и товарный чек прикреплен. Поэтому, понимаете, вот парадокс заключается в этом. Например, Бон Джоуи, который собирает там и в Европе, и в Америке стадионы, я уверен, что здесь он пройдет, как бы, с интересом, но это не будет, как бы, мега интереса. Или Брюс Принстон, да, там, например, это какой-то, там, поп-американский идол, да, там, или, там, те же самые, там, я не знаю, там, Бионс, и все, как бы, те звезды, которые являются, там, мега-звездами, они не будут у нас так популярны. Вот на данный момент они не так популярны, как они собирают, например, на Западе. А, например, старый, там, добрый Депешмот, или, там, тот же самый Депеппел, знаете, или тот же самый Рамштайн, это национальные российские группы, которые, как бы, слушают и собирают. Там как раз совершенно по-другому, потому что там они, Депешмот, конечно же, собирают, да, но, например, тот же самый Депеппел, он не работает на таких площадках, как работает, там, например, в Петербурге или в Москве. У нас свое представление о музыке, и, понимаешь, очень тяжело сейчас вообще формировать любую музыку продажи, потому что вкус и формирует радиостанции, формат радиостанции. Потому что для того, чтобы приучать, музыкальных каналов не осталось, потому что все музыкальные каналы показывают всякие, я не знаю, топ-модель по-русски, топ-модель по-американски, топ-модель по-исландски. Вообще тенденция всех радиостанций, она идет к тому, что никто не хочет ставить новую музыку, в принципе. Все хотят работать на хитах, и проблема заключается в том, что поставить песню, да, вы когда для того, чтобы песня пошла, ее нужно там, чтобы ее услышали 5 или 10 раз, чтобы она была, чтобы она была понятна, да, чтобы она была узнаваемой, чтобы стала хитом. Не бывает песни, которые ты ставишь один раз, и ты услышал, что это стало там мега-хит, может быть, каким-то за редким исключением. Мы в основном ретранслируем московский эфир, и в Москве существует свое понятие о музыке. Вообще рок-музыка в нашей стране, она практически нигде не транслируется. Вы узнаете, какие есть рок-радиостанции на данный момент в Петербурге, их нет. Есть, существует один максимум, да, который и то пытается, обратите внимание, работать на старых хитов, очень редко это те песни, которые вы можете увидеть, которые там вы услышите, услышите. Но опять же, вкусовые и все, все борются за деньги, поэтому очень легко работать на уже хитах, чтобы создать формат и создать аудиторию, очень тяжело. И поэтому программные директора, все никто не хотят брать на себя риски, пойдет песня или не пойдет, поэтому вообще любая музыка сейчас очень тяжело продвигается. Для этого же у нас и создан сайт яталант.ру, чтобы он был некой перемычкой между отбором-неотбором, поэтому, наверное, это произойдет. На самом деле перемычкой является интернет. Мы вообще на самом деле ничего не создаем, мы просто переносим все, что есть лучшее и все понятие, как должно работать, в один большой комплекс, потому что слово площадка, она как бы хорошо, только она не подходит к этому проекту, о котором мы говорим. Это не площадка, это большой культурно-просветительский, развлекательный, галерейный, это огромный центр, который включает в себя и площадку в том числе. Это будет музыка, это будут школы, это будут студии звукозаписи, которые будут, это будет площадка концертная. И не только концерт, это универсальная площадка, которая может принять в себя просто все, все, что вы можете сказать, предположим, она разработана специально по акустической системе, с любого места там видно. Например, самая дальняя точка, с которой вы будете видны, это 54 метра. Ну, слово, например, балкон Октябрьского, это 60 метров. У нас наверху существует еще один большой выставочный комплекс. Это порядка 8 тысяч квадратных метров, которые находятся над концертным залом и имеют определенный вход. Там делаются все выставки. Второе, потом в самом комплексе, когда вы выходите из зала, вы попадаете в галерею, где центр современного искусства. Не боюсь, не боюсь, потому что проект достаточно амбициозный, конкуренции можно думать, можно говорить. Во-первых, мы являемся промоторской компанией, достаточно крупнейшей. Во-вторых, мы являемся, мы сами знаем, как загружать эту площадку. Во-вторых, у нас есть достаточно большие ресурсы рекламные. Ну, и во-вторых, я не думаю, что, знаете, там какие-то, это все равно все-таки, это не большие, это не огромные комплексы. Вы посмотрите тенденцию, которая происходит, в принципе, на рынке. Все магазины, которые были маленькие магазины, там, да, вот, например, там, я не знаю, супер, там, маленькие магазины, люди уезжают куда? Они уезжают в мегу, уезжают в супермаркеты, где они могут, в принципе, пройти по магазинам или зайти, как бы, например, в тот же там, я не знаю, в другие, как бы, да, комплексы. И получить все в общем объеме, и на этом прив spiritually. Вы приезжаете, то же самое, на концерт, и вы можете, вам нет смысла уходить, вы можете посетить выставку, вы можете пойти в ресторан, вы можете посмотреть, сходить по галереям, вы можете, там, я не знаю, зайти в кинотеатр, которого там, на Василийском острове нету кинотеатров, да, там всего два кинотеатра. Вы можете, как бы, сходить, остаться в концерт и так далее. Вы туда заходите, вы заходите, вы можете туда зайти на целый день. Мы же занимаемся бизнесом, а не благотворительностью. Просто, понимаете, дело в том, что у нас вообще слово искусство или, например, творчество, оно какое-то носит у нас в российском понятии, не в российском, может быть, в советском понятии, какой-то такой, знаете, акцент, что это обязательно должно быть. Вот творчество, оно не продается. Да? Вот, например, культура, она не продается. На самом деле это полный бред. А что касается банкиров, вы знаете, мы же не рассчитываем все, не сами придумываем. Нас рассчитывает компания Колерс, мы делаем совместный проект с компанией Популис, которая построила огромное количество площадок, в том числе самые крупные площадки и самые дорогостоящие стадионы в Эмбли-арене, построена была Популис. Поэтому у нас и О2-арены, все, что касается вообще крупного, что было построено не только в Европе и в мире, как бы одна из крупнейших, в принципе, площадок, там, архитектурных бюро Популис. Второе, как бы, Life Nation, который является один из, как бы, лидеров рынка музыкальной индустрии, у которого в управлении в собственности огромное количество площадок, они нас консультируют, и мы понимаем, как бы, о чем идет речь. Мы предварительно проговорили с банками, и я могу сказать, что я уверен, что любому банку, любому будет это очень интересен, этот концепт. Пугачёва, безусловно, как бы, дает свой бренд изначально. Но Пугачёва, например, да, если бы не было Пугачёвой, не появилась бы идея этого театра. Если бы не было Пугачёвой, не появилась бы Финкельштейна рядом, как бы, с этим проектом. Если бы не было Финкельштейна, мы бы просто, понимаете, это мы понимаем и ориентируемся, как должна бизнес-модель работать. А так как мы все-таки не совсем творческие люди, а в своей массе бизнесмены, мы приводим творческую модель именно ту модель, которая будет приносить деньги, и та площадка, которая будет приносить деньги. Никаким образом это не повлияет на выполнение проекта. Просто дело в том, что могут появиться какие-то другие партнёры, потому что, да, всё зависит от того, кто будет вкладывать в этот проект. Да, может быть, появится какой-нибудь, может быть, инвестор, как банк, тот же, который, как бы, захочет в этом участвовать. На Западе строится совершенно по-другому модель. На Западе изначально продаётся бренд, и бренд должен продаваться. Вот два арены, это, например, оператор покупает, соответственно, как бы бренд. Люди, которые пользуются этой связью, они без очереди, без наценки покупают билеты. И если они хотят купить билет, именно у них зарезервировано в зале определённое место, любимое, она всегда остаётся им, например, как любимое место. Существуют у них свои какие-то лаунши, какие-то свои проходы, и, как бы, это дополнительный доход. Когда был губернатором Валентина Ивановна, она была очень заинтересована в этом проекте. С новым руководством города я пока не встречался, но я думаю, что, в принципе, любой, как бы, разумный человек, потому что изначально, которые были, чтобы разумный человек, он будет поддерживать этот проект целиком и полностью, потому что, во-первых, это небюджетные средства. Это, во-первых, небюджетные средства. Во-вторых, как бы, мы от города практически ничего не хотим. Мы делаем всё сами. Я надеюсь, я надеюсь, что, понимаете, что у нас не будет тенденции такой, что, как бы, кто на белых и красных не будут делить. Как бы, бизнес, он всегда должен быть отделён от политики. В нашей, к сожалению, стране они пересекаются, но думаю, что, как бы, тенденция тоже, потому что пройдёт на то, что всё-таки бизнес будет всё-таки каким-то образом стагироваться от политики. Радиохэд. Вы знаете, у нас площадки не хватает, потому что у нас уже были планы, но, опять же, куда его было? Там Стадион Петровский играет. В основном нам повезло с тем же самым Red Hot Chili Peppers на данный момент, потому что, как бы, будет сборная, и сейчас перенесли нас зимний график. Радиохэд. Когда будет тур, тогда будет. Ничего, сейчас в Россию хотят ехать с удовольствием, особенно в Петербург.